вот вот покажу сброс воды дополнительный вот здесь вот так вот и вот 20 минут записалась это уже следующее видео продолжение следует будет два видео я напишу поход на вдоль леску поход на показываю вам это сооружение которое значит шлюз и вот там видно опять автодорогу вон машины идут и идут и идут вот это в сторону брюсселя а если налево эту в сторону этого для пазды по сон смотрите на последний пасон здесь риски вводится рыба и и вот написано такую рыбу можно ловить какое что вот шум речки буржур вот она бутлящая вода красота вот 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 Продолжение следует... 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 Это в Гавандии баржа. Вот так. Вот так и ушла. А сейчас будет, наверное, скорее всего, оттуда заход. Это управление шлюзом. Вот. Там сидит человек, который всем этим регулирует. Вот. Сейчас будем снимать этот, который сюда будет заходить. Скорее всего, я так думаю. Если тут загорелся светофор, этот уже пошел. А вот там стоит, наверное, будет сейчас... Зайдет сюда, и будет вода опускаться. И он пойдет в сторону Куртре. А этот, который вышел из шлюза, пошел в сторону Франции. Это там Антуань и Франция. Скорее всего, вот этот сейчас зайдет. Вот большой стоит. А, и маленький пошел. Точно, вот еще и маленький заходит. Да. Вот он маленький идет. Отшвартовался. Заходит. Заходит маленькая баржа. Ну, вот такая вот погода у нас. Такая вот солнечная погода и тепло, как весной. Вот он и сейчас все зайдет. Грандиозное, конечно, сооружение здесь. А тот будет ждать. Вот. Там автору вот этот. Интересно, сколько сейчас зайдет. Зайдет сюда. Ну, сама длина-то приличная. Вот сейчас, скорее всего, вот этот маленький зайдет. И большой. Вот он идет. Груженая. Груженая баржа идет. Заходит. Крестов. Название баржи. Крестов. 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 Да. Вот он заходит. Боже. Тихо работает. Спокойно. Там сейчас будет швартоваться. А за ним еще... Ох, да он длинный, оказывается. Смотрите. Какой огромный. Вон он. Это сцепленные две баржи. Ну да. Там женщина идет. Тоже парохон. Интересно, и вторая баржа будет или нет. Одним словом, красота. Да, вот они сцеплены между собой. Сейчас они подойдут, и вы увидите. Вот здесь я покажу. Это чтобы экономить. Ну да. Крестов Алад Блеари. Ну это наша, бельгийская, первый вот Крестов Блеари. Этот здесь недалеко от Монса. Ну да, этот вот большой не поместится. Я вам покажу. Тут огромный подошел. Вон, видите какой. Вот он. Этот сейчас вот встанет один, и все, и будет закрываться ворота. Да, все. Не будет опускаться вода. Сейчас закроется. Дедушка старенький, я смотрю. А бабушка там старенькая. Ну вот это, у нас, это видимо частные все эти самые. Частные баржи. Работают люди. Но сейчас я вам скажу, вот во время пандемии, очень сейчас большой спрос на перевозки по воде и по барже увеличились намного. Я, если честно сказать, раньше, ну не так много видел. Ну, видел, что работают, да, бар. А сейчас очень много перевозок, как в сторону Франции, так и в сторону сюда, Бельгии. Очень много. Ну, вот сейчас, вот все уже встал. Сейчас они пришвартуются. И будет закрываться ворота. У меня осталось еще пять. Вот, пошел сигнал. Сейчас будет закрываться ворота. Вот. Вон они идут. Вот, выходит. Раз. И вот второй пошел. Я помню, когда в молодости тоже было дело, наш сугогруз Андрей Андреев прошелся по верхним, ну, в Монреаль. И до самого Чикаго мы прошли по верхним Монтарским озерам. И мы там проходили тоже эти шлюзы. Ну, я вам скажу, ребята, какая красота там. Это вот Монреаль, Квебек, Детройт, Чикаго. Остановка у нас была в Чикаго, а потом дальше вышли назад. И вот, представляете, на каждом шлюзе, где мы останавливались, всегда собирали столпы людей, смотрели. Ну, как нам было сказано, это был 1976 год. Как нам было сказано, что это был, ну, практически первый сухогруз Советского Союза, как говорится, который вот прошелся по этим всем шлюзам до Чикаго. И нас очень приветливо встречали. В каждом городе было предоставлено путешествие. Мы ездили на автобусах вот в Чикаго, там гиды выделили нас. И, в общем, такие неизгладимые впечатления. Вот, а это такой, я думаю, что небольшой, ну, как видите, сами здесь баржи ходят. И небольшое водоизмещение, в принципе. Ну, канал, как говорится, действующий. Канал, вот сколько, какие ходят баржи. Есть баржи огромные, есть баржи чуть поменьше. Ну, вот сейчас уже вода пошла на убыль, по-моему, да. Вот сейчас я сниму большим этим самым, вот, кадром. И вот мы видим, что вот, я думаю, вы увидите, как вода, идет сброс воды. Это вот видно невооруженным взглядом, вон там, по лестнице вот. Сейчас я ближе вот так вот. Вот лестница сейчас освобождается, освобождается. Да, видно, как идет сброс воды. И наш, наша баржа, наши эти две баржи опускаются. Опускаются, опускаются, опускаются. Сейчас до определенного уровня опустятся. Там ходят дедушка, бабушка, стоят на том берегу. Сейчас до определенного уровня опустятся и пойдут в сторону Куртре. Откроются те ворота, как говорится, и они пойдут. Мне кажется, дальше зайдет вот там тот, который ждет очереди. Они по очереди попускают туда-сюда, туда-сюда. Вот опускаются, опускаются, опускаются эти две баржи. Видно, как он уже, насколько вода опустилась. Вот. А вот там стоит баржа. Вот, мне кажется, сейчас это выйдет. И эту баржу начнут запускать сюда, чтобы она пошла в другую, как говорится, сторону. Вот. Продолжение следует... 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 Вот она разворачивается и идёт. Тот ушёл, та ушла Баржа, вон она пошла потихонечку. Вот. А это вот идёт. Сейчас мы её снимем и закончим. Съёмку потом ещё придём. Вот она идёт. Огромная, она всё, весь шлюзаймёт. Вот она пошла. Всё. Всё. Всё.